Возле разрушенного российской ракеты дома много медиков, волонтёров, полицейских и спасателей. Тут развернули большой штаб. В нём оказывают необходимую психологическую помощь и пострадавшим, и тем, кто помогает разбирать завалы. Угощают горячей едой и чаем. Готовят прямо во дворе, на дровах. Это кипяток и постоянно поддерживается температура. Каша у нас в посуде большой, но мы отсыпаем, понемногу греем. С утра к разрушенному дому стали возвращаться те, кто выжил после ракетного удара. Наталья с дочкой и мужем в момент попадания российской ракеты находились в квартире. Уцелели чудом, говорит женщина. Нет, у нас лестницы нет. Ну, вон мы с крайней, у нас нет лестницы. Площадки нету, ничего нет. Я находилась в квартире. Видно ничего? В спальне. В спальне находилась. Осколки мелкие на ногах, по телу, в голове. Ну, такие меленькие, сами дома повытягивали. Семья вернулась в надежде забрать двух котов, которые остались в разрушенной квартире. Одного из них спасателям удалось найти. Работа по разбору завалов здесь не прекращается ни на минуту. На данный момент известно о нескольких десятках человек, которых считают пропавшими без вести. Чтобы понять, есть ли под руинами дома выжившие время от времени объявляют минуту тишины. Так, во время одной из таких пауз спасатели услышали голос. Женщину, которая провела под завалами почти 20 часов, нашли живой. У нее сильное переохлаждение. Сейчас она в реанимации. Аккуратно, дай емкость. Дерно сидеть. Дай вилки. Дай вилки. Дай вилки. На утро было известно о 43 пропавших без вести. Чтобы установить точное количество людей, которые могут находиться в разрушенном доме, полиция просит сообщать обо всех родственниках или знакомых, с кем не могут выйти на связь. Всего, по последним данным, ранения и травмы получили 73 человека. Многие госпитализированы, в том числе и дети, возрастом от 3 до 15 лет. Из них самая серьезная травма получила 9-летняя девочка. Девочка с тяжелыми повреждениями, совмещенная минно-взрывной травмой, сотрясение головного мозга, очень тяжелый перелом двух бедер, скотчные ранения правой голени. Количество погибших увеличивается и на данный момент уже превысило 20 человек. Спасатели говорят, под такими завалами и при такой температуре выжить очень тяжело. Сейчас продолжается работа по поиску людей под завалами, демонтаж опасных конструкций и ликвидация трех очагов возгорания. Жители Днепра, которые сутки приезжают на место трагедии, пытаются помочь чем могут. К разбору завалов их сегодня не допустили. Там сейчас работают специалисты. Обломки двух подъездов разбирают максимально аккуратно, чтобы не навредить тем, кто еще может оставаться под ними. Поэтому многие жители города предлагают поселить у себя пострадавших или перевезти их уцелевшие вещи. Тут собралось миллион людей. Здесь собрался миллион людей. Все Днепро. Весь город пришел с лопатами, с термосами, с одеялами. Даже сегодня люди просто ходят со своими термосами и предлагают еду, кофе, чай. Это восхищает. Это горе. Но то, как объединяются люди, это самое дорогое, наверное. Все, кто нуждался во временном расселении, сейчас находятся в безопасных местах и получают необходимую помощь. Какой ущерб нанесен каждой квартире в результате террористической атаки со стороны России, специалисты будут устанавливать после того, как разберут все завалы. Завалы разбираются не так быстро, как хотелось бы, по одной простой причине. Поскольку мы часть их разбираем вручную, либо при помощи кранов сбрасываем непосредственно уже на землю, а после этого грузим. Это делается для того, чтобы не повредить людей, которые, возможно, находятся под завалами и еще живы. По предварительным оценкам, в доме полностью разрушены 72 квартиры. Еще 230 сильно повреждены. С 15 января в городе объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетной атаки России.